Атака дрона на базу в США, в Сирии, в Пентагоне уточнили количество раненых военных. В результате атаки беспилотника на военную базу в Сирии, произошедшую на прошлой неделе, ранения получили 8 американских военнослужащих. Об этом заявил спикер Пентагона, генерал-майор ВВС США Патрик Райдер, передает новости Украина со ссылкой на его брифинг. По словам представителя Минобороны в США, трое военных уже вернулись к исполнению своих обязанностей. Американский генерал-майор рассказал, что в общей сложности восьми военнослужащим была оказана медицинская помощь из-за полученных черепно-мозговых травм, а также вдыхания дыма. Райдер добавил, что в США считают, что атаку совершили поддерживаемые Ираном силы, но в Минобороны выясняют, кто именно стоит за ударом по базе в зоне высадки Румалин на северо-востоке Сирии, что предшествовало. Напомним, 10 августа агентством Reuters сообщило, что военнослужа дроны и силы США в Сирии подверглись атаке с беспилотника. Первоначально озвучивались предварительные данные, что в результате удара по объекту в зоне высадки Румалин, где находятся американские войска вместе с силами коалиции, пострадавших нет. Однако позже западная пресса писала, что несколько военнослужащих США и коалиции были ранены в результате атаки дронов Сирии. Ранее также сообщалось, что около двух недель назад на западе Ирака пятеро военнослужащих в США получили ранение в результате ракетного удара с Катюши по авиабазе Айн-Алясад. В этой атаке Пентагон обвиняет, поддерживаемый Ираном Прокси. Позже стало известно, что силы безопасности Ирака арестовали группу лиц, причастных к этому удару, в результате которого были ранены американские военные.